Девушки отдыхают 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 Внимание, мы с Кристиной вместе, развода никакого не будет, мы вчера помирились, неоднократно не об этом сейчас, ребята. В общем, руководство рестораном вновь переходит в мои талантливые золотые руки. Не вижу сволочи радости в ваших глазах. Девушки отдыхают 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 Привет, как дела? Да ничего. Меня хозяйка из квартиры выгнала. Как выгнала? Я так выгнала, потому что мы вчера затопили ее. Вчера она полы уйдет. И что ты будешь делать? Не знаю, она сказала, либо плати за ремонт 50 тысяч, либо проваливай. У меня таких денег нет. И где ты будешь жить? Да не знаю, у меня в принципе есть тетка Марина. Она, правда, в однушке живет с тремя детьми. Да ладно, что-то придумаю. Костик! Пойдем со мной, там на складе нужно лампочку вкрутить. Настя, ну что, прямо на складе, что ли? Настя, подожди, ты серьезно? Иди вкрути. Серьезно, что ли? Здравствуйте, чем могу помочь? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Завтра в вашем ресторане будет ужинать мой босс. Это тот самый? Да, тот самый. Это большая честь для нас. Это большая честь для любого ресторана. Поэтому мне надо переговорить с вашим шеф-поваром, чтобы пройтись по поинтам и чтобы завтра все было окей. Где тут у вас кухня? К сожалению, Виктор Петрович очень занят. Может быть, я могу вам чем-то помочь? Нет, мне поручено переговорить лично с шеф-поваром. Ну ладно, ничего страшного. Я что-нибудь придумаю. Спасибо вам. До свидания. Не получилось, что тетя остановится? Да, к ней Свегров приезжает. Не получилось. Да. Ну, ничего страшного. Я позвоню подруге Вриутов. Может быть, приютит. Там, там какая-то девушка сюда идет, хочет видеть шефа. Спокойно. Работаем по плану. Здравствуйте. Где я могу найти вашего шеф-повара? А, в кабинете, конечно. Спасибо. Здравствуйте. Я же просил меня не беспокоить. Я готовлю новое меню. Закройте эту чертову дверь. Да, меня предупреждали, что он не совсем нормальный. Да вот, редко бывает в хорошем настроении. Прямо как мой босс. А может быть, вы все-таки со мной поговорите? Окей. Мой босс большой любитель экзотической кухни. Поэтому мы хотели бы заказать на завтрашний ужин черепаховый суп. Понимаете, у нас нет в меню черепахового супа. У нас французский ресторан. Я понимаю. Мы позаботились об этом. Вот. Угу. Дело в том, что у нас это не практикуется. Подумайте хорошенько. В зависимости от результата нашего завтрашнего визита, у вас будут либо большие чаевые, либо большие проблемы. Выбирайте. Ну, что-нибудь придумаем. Может, ты не будешь ее готовить? Не буду. Сегодня замариную, а готовить завтра буду. Фитя, пожалуйста, отдай ее мне, а? Я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста. Не смотри на меня так. Не смотри. На, забирай. Спасибо. А как же суп? Ну, если честно, черепаше мясо по вкусу, знаешь, как курица, замаринованная в рыбе. Они никогда не догадаются, что это не черепаха. Прикольно. То есть, вместо нее умрет курица? Так, иди. А то сейчас заберу. Ну, что? Слушай, я тут подумал. Может, ты ко мне перейдешь, пока квартиру не найдешь? Макс, я понимаю, что ты чувствуешь вину, но ты расслабься. Я сама разберусь со своими проблемами, правда. Да я не из-за этого. Честно говоря, я давно хотел предложить тебе, чтобы теперь ехал ко мне. Ну, а ты сам-то уверен? А что нет? Ты мне нравишься. Я вижу, что это тоже от меня без ума. Чего зря время тереть? Ну, я согласна. Ух ты. Что, может, прям здесь? Не обращайте внимания. Я вас не видел. Для меня тоже. Костик, закрой глаза. Открывай. Что это? Херипашка-пашка. Он будет жить с нами. Здравия. И зачем он нам? А их им колыть? Не. Ну, смотри-ка, он прикольный. Фига себе прикольный. Фига он не прикольный. Ну, можно он будет жить с нами? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, ладно. Только будем его называть не Пашка, а Аршавин. Смотри, еле ходит. Ну, нет. Пашка лучше. Вас ожидают? Ага. Добрый вечер. Чем могу помочь? Виктор Баринов, здесь работаю. Да, это наш шеф-повар. И где он? На кухне. Может, вы присядете? А где кухня? Простите, может быть, я передам, что вы хотели? Пап, мужчина. Он в своем кабинете. Просил его не беспокоить. Я думаю, что это не самый лучший. Я же просил меня не беспокоить. Готовлю новое минимум. Вам чего? Ты шеф-повар. Да, я шеф-повар. Слышишь, шеф-повар, а что ты долг не отдаешь, а? Какой долг? Сто тысяч, которые ты Василий Александровича занял. А-а-а. Нет, я на самом деле не шеф-повар никакой, понимаете? Тут, да просто ситуация такая. Шеф заболел, а я его вот подменяю. Да. Можете у любого вон спросить. Это шеф-повар? Да-да, шеф-повар. Тенис. Да вы понимаете, они просто подыгрывают. Да. Чтоб сто тысяч. Завтра у меня были. Иначе разговаривать будем по-другому. Ну, что ты так волнуешься? Что ты распереживался? Не ты же занимал. Ага, занимал не я. Убьют меня. Шеф-то в больнице с него что возьмешь? Да что ты разумновался? Слушайте, я предлагаю скинуться. Никто не против? Ой, а я за. Поддерживаю. Вот. Вот, десять тысяч. Чего вы мне так смотрите? Мне шеф десять тысяч должен. Так что я еще больше, чем ты положил. Ладно. Вот. Ребят, ну, давайте, ребят. А что-то не набирается. Кто не сдал, ребята? Кто не сдал? Ты не сдал. А, да, точно. Итого? Восемьдесят тысяч. Не хватает двадцать. Прощай, Сенька. Отбороздил свою баркасу. Вот. Двадцать тысяч. А кто это у нас такие сексуальные трусики купил? Би-би-би-би. Кость, это не мои трусики. На, я там развешивала белье в ванной. Ты не видела мои? Возвращаемся. Слушай, Саша, ты не знаешь, где мои шорты? Представляешь, все твои вещи поместились здесь. Мама лолея's got a back track. When everybody talks big. Да! Вы что, не нормально, что ли? Понимаете, я сплю. Давай, идите в другую комнату играть. Да, встали. Давай. Сашу, папа! Ну, может, тихо. Вылезите, пожалуйста, отсюда. Я хочу в туалет. По-моему, я поторопился, позвав Сашу к нам. Ну что, шеф-повар? Капусту нашинковал? Пожалуйста. Это что, хохма такая? Почему хохма 100 тысяч рублей? А ты занимал 100 тысяч долларов. Неувязочка. Как 100 тысяч долларов? Вот так. Короче, чтобы деньги к вечеру были. 100 тысяч баксов! Настя, иди сюда. Это что такое? Это Пашка! Чего, не узнал? Настя, что Пашка здесь делает? Ну, ты я его с собой принесла. Ну, мало ли, что дома может случиться. А здесь он среди фруктов, как в тропиках. Да и ты за ним присмотришь. На гамбургер похож. Настя, подойди сюда. Так, все. Не идти надо. Присмотри за ним. Нет, ну, до вечера найти 100 тысяч долларов нереально. Бежать тебе надо. Куда бежать? Не знаю, куда-нибудь. Только ты мне адрес не говори. Если меня пытать начнут, я тебя сразу сдам. Ребята, куда бежать? А семья, дети? Утяжнее детей. Да, я хочу, чтобы были. Слушай, да расслабься ты. Эти бандюганы долго не живут. Ну, месяц-два его все равно грохнут. Хорошо, но только эти 100 тысяч, мои тогда, на первое время. Не наглей. Дай сюда. Я их после смены всем раздам. После смены. Слушай, Лев, а ты не мог бы мне эти деньги отложить? Нет. Не мог бы. Они не мои. Понимаешь, у моей мамы скоро юбилеи. Она всю жизнь мечтала съездить в Париж. Я хотел сделать ей такой подарок. Ладно. Нет, так нет. Погоди. На. Мама, это святое. Спасибо. Я обязательно верну. Филе миньон с грибами. А салат уже готов. Заш, слушай, я вижу, тебе у нас не совсем удобно. Я нашел деньги, ты можешь отдать их хозяйке за ремонт и вернуться в свою квартиру. Макс, знаешь, деньги вряд ли помогут, потому что я так поругалась хозяйка на днях. Давай я сам к ней поеду, отдам деньги и все решу. Да? Да. Нет, это вряд ли поможет, правда. Слушай, ну погоди, погоди. Стой. Она живет двумя этажами ниже. Но я все решу, не переживай. Правда. Ладно? Алло. Людмила Васильевна, здрасте. Привет, Сашуля. Ну что ты надумала-то? Может, все-таки останешься? Надежда из мухи слона сделала. Там пару капель понакапала, она шумки подняла. Так что давай, возвращайся, все хорошо. Людмила Васильевна, спасибо большое за приглашение, но я все-таки решила переехать. Ой, ну смотри. Я, собственно, чего звоню. Там на днях приходил молодой человек, такой темненький, высокий, права спрашивала. Мне он каким-то подозрительным показался. Так что, если вдруг он к вам еще раз придет, вы уж поаккуратнее будете. Правда, там он какой-то странноватый, вдруг какой-то черный риэлтор. Вам это ни к чему все. Да-да, соседка говорила, какой-то такой так шастал-то. Ну вот, так что вы уж поосторожнее, ладно? Ну все, до свидания. Для меня было огромной честью работать с вами на этой кухне. Не поминайте лихом. Даст Бог, свидимся. Прощайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Вам чего? Мне надо с вами поговорить. Я по поводу квартиры, которую вы сдавали Александре. Эй, послушайте. У меня к вам предложение. Откройте, пожалуйста. Федя, я не поняла, почему черепаху еще не разделали? Потому что она должна быть свежей. Не боись, черепаха. Эта курица за тебя жизнь отдала. Алло. Алло, полиция? Ко мне в квартиру пытается ворваться очень подозрительный молодой человек. Синемой столик, восьмой столик объединить. Салфетки берешь на складе. Берете в скатерти. Костя, а ты что здесь делаешь? Иди в бар. Костя, иди в бар. Так вот. Хозяюшка. Послушала, что ли? Ваш столик. Пожалуйста, меню. Пожалуйста. Передайте шеф-повару, пусть подает черепаховый суп. Окей? Окей. Митина. Пятьсот рублей. Не, пятьсот рублей маловато. Ага. Сто тысяч долларов. А-а-а! Вот он! Вот, вот, уходит! Хатайте его! Хатайте! Хатайте! Помогите! И что, от меня прятаться вздумал? Ложи сюда, пушка! Бросай пистолет! А ты бросай сковородку! Кстати, никто и не видел, тот парень сбегал в Бордово-Курске. Не, не, не видели. Ваш черепаховый суп. Согласитесь, хорошо, когда в жизни выпадает второй шанс. Для некоторых, этот путь полон приключений. Кто-то едва не вылетает с дороги на крутом жизненном повороте. Но чудом успевает удержаться. А кто-то, оказавшись на перепуте, выбирает направление, которое пока неизвестно, куда приведет. Субтитры подогнал «Симон»